девочки у меня полностью распустилась элегант полочка моя красотка продолжает распускаться сога юкидан и он чем чем больше раскрывается чем дольше стоит тем больше у него становится цветочек такой красавец вот такой распустилась моя маленькая сказочка в этот раз распустилась на один всего цветочек но она маленькая и недавно пересаживала поэтому и этому очень рада она очень-очень ароматная и притория моя девочка все еще также цветет доцветает последний цветочек держит долго-долго ребята она просто героиня а вот это моя красотка стюарте она вообще в этот раз учудила ребят посмотрите она свой цветонос прямо туда в кору загнала вот так вот не знаю чего она так решила первый раз вот так пошел цветонос расти в кору не знаю когда вынырнет оттуда анатолий устал и спит ребятушки всем большой большой привет замечательного вам четверга так быстро дни пролетают вроде только недавно был понедельник а сегодня уже четверг а завтра уже кто работает по пятидневки будут у тех выходные и праздники ну а мы как всегда пролетаем как фанера на парижем у нас не выпадает в этот раз праздники дима работает но и все хорошо работает и работает наверное вдвойне заплатят завтра правда один день будет выходной и потом дима идет ночную смену посмотрим как будет я на немножечко у вас так пропала стихи вам почитала кому понравились я очень рада ну а кому нет и суда нет ребята я три дня сижу уже дома на улицу не выхожу у нас такая нелетная погода просто караул даже не скажешь что крайне север у нас это вообще в этом году что-то прямо с чем-то такой у нас ноябрь октябрин какой-то получается в один день заморозок в другой день льет дождь и плюсовая температура опять заморозок и страшнейший гололед еще и с ветром и опять сегодня идет дождь у нас ребята так скользко у меня подружка моя упала ребра себе сломала и только и пишут там упал человек там упал там упал но надо быть очень крайне осторожным в такое время дима мне сказал сиди-ка ты дома вот я выйду на выходной завтра завтра пойдем погулять пусть даже будет идти дождик но возьмем зонтики и с зонтиком пойдем выйдем на свежий воздух ну я конечно вот балкон то проветриваю постоянно есть сегодня уборочкой занялась полы пропылесосила помыла ванну намыла сейчас у меня там полотенце стираются в общем по ходе по ходе ничего не готовила но уже надо что-то такое приготовить не знаю чего позавчера ребята лежала целый день пластом на кровати у меня так сильно болела голова ничего не помогало я уже и миг выпила и полотенце сырое на голову и массажные точки вот эти вот все массажировала и вот тут и болит и болит и болит и болит и так вот болит сильно что аж вот как-то подташнивает давление не сказать что высокая там 140 на 80 пульс правда поднимался до 95 но поднимался я знаю почему потому что я сама вот так вот такая вот знаете наверно сама себя накрутила и вот переживала да как лишь это голова моя перестанет болеть в общем я думаю что из-за этого психосоматика так красивое такое слово в общем сами себя загоняем и вот я за целый день выпила одну чашечку чая потому что ничего не хотелось и такая была какая-то и голова болит и вот я то уснул то проснусь то уж ну то проснусь вот очень разбитая вчера уже правда немножко шевелилась уже все уже вроде такая знаете вот еще как будто пьяненькая но еще из-за того что на улицу не выхожу когда привыкнешь каждый день дышать свежим воздухом то потом уже тебе все равно хоть у тебя и окна все на распашку все равно кислорода как будто бы не хватает сегодня балкон открыла прямо думаю ух надо подышать надо чем-то подышать вот и конечно когда вот так вот особо и заняться нечем дома на тренажер я правда побегала вчера немножко правда совсем немножко полчаса сегодня 45 минут потом вот я в душ сходила умылась волосы свои посушила но и думаю все больше у меня дел таких нет почитаю-ка я стихи я всегда люблю вот когда такая унылая грустная погода вообще люблю очень стихи читать не знаю ребят извините может я может никому она и не надо я так думаю чтобы не было уж совсем там пробелов таких больших что меня нет в ю тубе засниму я вам свой стих вернее отправлено на обозрение скажем так ну вот почему-то стихи и мало кто смотрит просмотры сразу падают если стихотворение девять минут то у меня пишут что просмотрели по три минутки ну сразу понятно что людям не интересно ну вот так вот да на каждый товар есть свой купец скажем так ну а завтра у дивы будет выходной мы обязательно выберемся на улицу погуляем надо уже продуктов закупить уже все подъели картошечка закончилась назван у меня что-то опять но наверно вот за этих то что я делаю сквозняки постоянно наверное за этого а так и рассказывать ничего все хорошо живы здоровы дима месяц доработал перевели его обратно в свою смену но и в своей смене работы нет второй день сегодня сидит на стульчике ждем когда же приказ снова начальник напишет о переводе в другую смену было бы очень и очень хорошо если перевели в какой-то смене вообще нет работы а в какой-то смене не хватает работников поэтому вот начальник периодически перекидывает то одного другого чтобы каждый понемножку да поработал вот получается первые полмесяца дима сидел на табуретке вторые полмесяца работал сейчас опять сидит на табуретке не знаю до какого числа это будет надеюсь что перекинут потом в городе у нас вообще ребята огромнейшее сокращение огромнейшее вот у нас закрывается а ек 80 85 процентов сокращают 850 человек женщин ну и мужчин там там мало мужчин но и мужчины тоже есть в общем безработные будут где дима раньше работал у них получается их карелия вот компании их на летний период на два месяца закрывали потом на месяц открыли и сейчас опять на на неопределенный срок закрывают это просто катастрофа это ребята вот для нашего маленького городка это вообще катастрофа я даже не представляю куда люди пойдут работать у нас работать вообще нет нигде нигде магнит пятерочка светофор остальные всего частники немножко там подмирали сидят частники кто-то сигаретами торгует вот этими электронными кто-то золотом вот такие маленькие маленькие отдельчики кто-то телефонами торгует вот такой вот совсем немножко одежды немножко того немножко сего поэтому а вот крупного у нас вообще ничего нет вот единственное вот такое градообразующие предприятия вот это северсталь где дима сейчас работает но и там сокращение вот дима у меня сколько раз просился уже чтобы переведите меня пожалуйста на технологию но ему начальник сказал не могу дима перевести потому что у нас сейчас ожидается до нового года сокращение а уж потом видно будет что дальше вот сейчас вот знаете вот прямо вот и не знаю в тяжелое мы такое время живем как на пороховой бочке сидим ждем выжидаем что будет как будет сегодня вот разговаривала с подружкой со своей светочкой да и вот она говорит вот аек закрывают на год открыли бы хотя бы какой-нибудь пошивочный цех или вот что-то вот вот 850 женщин вот что они будут дома сидеть ну вот как вообще как вообще убить многие это ладно у меня муж есть и я сижу за его счет дома но окт у кого-то ведь единственный кормилец и вот знаете у нас вот группах прямо пишут что вот кто-то единственный кормили все равно сокращать на потому что закрывается предприятие у кого-то мать одиночка детей поднимает это же остается без работы и и выхода нет вот такое время мы живем поэтому сидим молча не жужжим скажем так когда же станет легче и лучше в крупных городах конечно проще я соглашусь с вами что да там хоть куда-то можно сунуться а у нас тут вообще ничего нет и от нас до других городов очень далеко очень далеко ребята и ничего такого нет вообще карелии как таковой ничего нет раньше была лесная промышленность и рыбная промышленность все на этом как бы вот карелы чем чем жили ой вот так вот так что ждем надеемся на лучшее стараемся как-то сами себя немножко подбадривать чтобы совсем совсем не упасть в эту яму депрессии еще и погода такая знаете нестабильная вот уже выпал бы снег и был бы морозится было бы хорошо а вот когда вот один день так другой так и и состояние это очень тяжелая не только у меня вот у всех мне кажется гипертоника и метеозависимых людей и почитала я вчера вот когда мне позавчера то было плохо прям совсем плохо и облежала как пришибленная и голова вот это каждый шаг это в голове тух 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 а потом почитала что до 8 даже до 10 по моему ноября будет девочки очень сложно во-первых магнитные бури во вторых солнечное затмение и послушала я вчера тамару глоба вот она говорит что тяжело тяжело очень тяжелые времена вот эти вот именно со здоровье и побери поберегите свое здоровье в общем вот так вот ну всегда мы верим лучше и надеемся на самое хорошее что все разрешится и будет работа и закончится война и будет мир на земле в общем держимся держимся ребята настроение такое паршивеньк скажу честно даже улыбаться вот особо не хочется да как уже папа знаете как по накатанной вот так проснулась это сделала это сделала уже на автомате все на автомате порядке навела все вот и все дела чего-нибудь на ужин сейчас приготовлю наверное просто вот если дима заедет в магазин картошечку мундирах и с капустой квашеной и все и вот надо будет завтра сходить в магазин еще купить капусты и снова наквасить спасение хорошая вот с маслицем с лучком и а ча ча скажем так дешевые сердито и вкусно и полезно так что и суп можно с капусты квашеной приготовить и как гарнир покушать все мои ребятки вот такое видео я просто вышла с вами поздороваться чтобы вы меня не теряли всем желаю только крепкого здоровья всего самого-самого хорошего берегите друг друга ребятушки цените друг друга любить друг друга всех целую всех обнимаю от меня вам теплое притеплое сердечко и будем держаться всем пока пока